Синегрупп Историполис представляет Чувство юмора И в заключении инструктажа по правилам противопожарной безопасности задам вопрос А что вы будете делать, если, идя по улице, увидите горящий дом? А в нем вас? Нужно отойти подальше от огня и быстренько вызвать пожарных А что делать, если у вас ожог первой степени? Орать! Ну ты повеселил нас сегодня Это просто Бюро находок Кто-то забыл в коридоре Тут пятно от кетчупа Большое спасибо! А теперь, если позволите, мисс Грейвс, я займусь документацией Доброе утро, мисс Грейвс Я потерял кольцо с моим унициалом Ты что, глухая? Я сказал, я потерял... Возьми номерок Но тут же больше никого нет У нас так положено Первый номер Первый у меня Кольцо серебряное Вы пришли по адресу Здесь возвращают пропавшие вещи Заполните в тройном экземпляре Ты что, шутишь? Никто не шутит, здесь бюро находок Ну так уж и быть Я заполню сова Имя? Ты сама знаешь Так положено Ну? Артур Кеннет Ван дер Оул Из какого класса? Ну все, хватит! Я надеялся, что здесь мистер Бессер Когда он будет? Вы можете попасть к нему на прием по записи У его секретаря А кто секретарь? Хм, Оли А неоновое освещение придает особый шарм твоим волосам Глупостями морочь голову секретарши-директора А здесь серьезные люди работают Продолжим заполнение анкеты А было ли вами застраховано это потеряное имущество? Ого, сколько-сколько? Мне пора в медкабинет, там я тоже помогаю Сегодня мы у всех берем мазки на туберкулез А с кольцом как же? Не волнуйся, завтра я этим займусь Но не забудь принести товарный чек О, Артур, помогли тебе? Нет Я потерял кольцо, но только... А, сейчас-сейчас Нет ли его среди этих? Не может быть Оно здесь Рад был помочь И помни, если что-то потерялось, сразу иди сюда О, конечно Буду заглядывать Что сегодня вкусненького? То, что вчера не доели С листком петрушки сверху И гординой Э, от срок годности уже вышел Вчера Да, у петрушки тоже Хе-хе-хе-хе Чем горчицы И то, и другое испорчено Не понимаю Почему они не смеются? Над тобой смеются А над моими шутками? А вот ты пошути Чтобы смешно было А у Вини смешно? У Вини есть чувство юмора А у тебя его нет Твоя лучшая шутка Дважды два, не три А разве не смешно? Это юмористический отдел Здесь найдешь, что тебе нужно Есть взрослый юмор Английский юмор Юмор для идиотов Например Э, тук-тук Кто там? Я А я? Нас двое? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Это я бы купил А вы хороший продавец Хм С тебя 82 доллара У меня 90 Ничего, я наберу сдачу Я имел в виду 90 центов 101 дразнилка Пойдет Ах Как же это я могла промахнуться? А ты и в носу не ковыряешь Потому что не можешь в него попасть У тебя хорошо с юмором Да что ты, с чувством юмора всегда хорошо Плохо без Ну ты даешь Как это ты так быстро соображаешь А так У соседа был острый язык Я завидовал, взял и заточил Свой язык О, у вас новые футболки А ты свою потерял? Может быть Я вернулась Опять ты здесь Пока есть на свете такие растяпы Как ты, я должна здесь дежурить О Интересно, что эта девочка делает там с лобовым стеклом Эй, отойди от моей машины О Что, Артур Ты опять пришел за своим колечком Не нашлось? О, да Кольцо Оно нашлось Отлично Хорошо, что хорошо кончается Я и заходил, чтобы это сказать Так быстро дела не делаются И не торопись Написи, что к нам никаких претензий не имеешь Тема нашего урока Ганс Христиан Андерсон Кто читал его сказки? Я читала про гадкого утенка Утенок родился настолько гадким Что был переведен из инкубатора в изолятор Ну все Ганс Христиан Андерсон был сыном бедного сапожника Который Был так беден, что когда в ресторане подавали курицу Он облизывал пальцы соседу Как найти богатую жену Простите, что опоздала Пришлось рассказать директору про нескольких хулиганов Ничего У нас новый помощник О Так Теперь инструктаз Форма отсюда 7 Прилагается к составленной клиентам заявке о пропазе Простите, что долго Он ведь совсем тупой Неплохо А где заполненная квитанция? Я же говорила, что нужно доглядывать в инструкцию Боже! Я не могу так работать Но и я тоже не могу так Требуются добровольцы Фолли Макшейн Для вас очень и очень плохие новости, мистер Бессер А? Я уже не смогу к вам приходить Только что узнала, что мне поручена очень важная работа Я даже не просилась Должно быть, решили, что больше некому справиться с таким ответственным и серьезным делом Макулатура Макулатура Отходы Макулатура Отходы Отходы Из-за тебя, тупица, срубят одно лишнее дерево А я... Сейчас Сок ты не пьешь, потому что на пакете с ним есть слово взбалтывать, но нет слова выпить Алло Ты, толстяк В лифт заходишь один, а сжигается надпись «Перегруз» А про некрасивых? Он такой урод, что даже собственная собака прячется от него в конуро А про меня шутку? А ты такая худая, что когда вы с родителями идете в театр, их просят сдать зонтик Ха-ха-ха-ха-ха Будешь веселить гостей на моем дне рождения? Ага Ты меня вроде не звала Я не знала, что ты такой весельчак Весельчак Будешь? Буду Отлично В субботу в три Ясно Только учти, сам я вообще-то не подарок! Простите, извините, не находили, ничем не можем помочь. Ха-ха, ха-ха. Эй, этот свитер я оставил в раздевалке! Это не он, мало ли на свете похожих свитеров. Нет, это он! Мне тетя прислала из Китая, она и шерсть спрела. А доказать ты сможешь? Нет, ну... Прости, мне очень жаль. М-м-м-м. Ее уродство? Чересчур даже для фильмов ужасов. Ха-ха-ха, ха-ха. О, боже мой. Шутка номер сто один. М-м-м. Ха-ха-ха. М-м-м. А-а-а! В чем дело? Все сегодня опять ждут от меня шуток. А у меня осталось в книжке только три. А мне еще идти к Мэриэлен. Ха-ха-ха. Смешно, но ты шутил и смешней. Я серьезно. Ты эти шутки взял из книжки? Теперь ясно. А я думала, как это ты вдруг стал таким острословом? Ладно, ладно. Ты же всегда был таким глупым и занудным просто ужас. И все твои шутки были плоскими, если не сказать хуже. Все. Лучше скажи, что мне делать теперь. О, привет, Мэриэлен. Я тут как раз о дне рождения. Я сказала ребятам, что ты придешь. Все в восторге. Я постараюсь быть в наилучшей форме. Помоги! Оставшиеся шутки припаси для дня рождения. Молчи, как рыба. Ладно, я так и сделаю. О, я не прочь повеселиться, шутить. Пошути так, чтобы я живот надорвал. А? Извини, но я сегодня... Я сказал давай. Но? Ты так любишь поесть, что глядя в меню говоришь. И все? Хе-хе-хе-хе. Молодец. Ну и дурак. Рассаживайтесь. Эй, Джесси! Я не сделал уроки, потому что такой неспособный. Эй, я такой тупой. Ты такой тупой, что даже и пальцем в нос не попадаешь. Старо. Хм, телевизор смотришь? Ты слышал о повторах? Не такой уж ты остряк. Ах так? Ну, ты меня уже достал. Твоя толстая морда. Если ты потеряешься, даже не влезет в экран. Хе-хе-хе. Только одна осталась. Хе-хе-хе. Что тебе еще? Слушай, эти дураки обозвали меня на переменки. А я взял и ответил своей коронной шуткой. Ха. А вот тебе моя шутка. Больше ты не способен никого насмешить. Какой я тупица. Я могу тебе помочь? Нет. Минуту назад я был в самом веселом школе. Если тебе от этого будет легче, тебя цитировали даже в учительской. Правда? Только вы никому не говорите. Я повторял, что в книжке вычитал. А книжка закончилась. Так-так. И я больше не буду самым популярным в классе. Для этого не обязательно быть клоуном. Но ведь можно. Можно. До поры. И все же ни к чему. У тебя ведь масса других достоинств. Можно обойтись и своим умом. Правда? Конечно. Просто будь собой, и люди к тебе потянутся. Хм. А-а-а! Теперь моя проблема решена! Да неужели? Мисс Грейв сказала, что не нужно мне никаких книжек. Нужно просто быть собой. У меня прекрасное чувство юмора. Мои собственные шутки потрясающие! Что, так и сказала? Мне не верится. Я тебе говорю! У Мэрелин все будут кататься со смеху. Мне только понадобится графин с водой и галстук бабочка. Мама? Мэрелин все будет кататься со смехами. О, что ты меня сморила. Чем могу быть полезен, мисс Грейвс? Я зашла узнать, как тут Артур справляется. О, я без него как без рук. С тех пор, как он здесь, полки с вещами значительно опустили. Приятно, что столько утерянных вещей вернулись к их законным владельцам. Эээ, мистер Бессер, это не ваш голубой форт стоял утром у ворот? А-а-а! Должна сказать, Артур, я тобой горжусь. Немногие жертвуют личным временем ради других. Но, как обычно я говорю, кто помогает ближнему, враг самому себе. Прекрасно сказано. А-а-а! Ты увидел мое колечко? Сегодня я его купила. Сказать по правде, я его нашла. Никому не говори. Нашли? Да, повезло. Но главное, чтобы его хозяин ничего не узнал об этом. Но это мое кольцо! А, нет, оно мое. Я же нашла. Вы мое нашли! Можешь доказать? Не могу, но я точно знаю, что мое. Там мой инициал. У многих имя начинается на А. Не у меня, конечно, но то, что упало, то пропало. Так нечестно. Нельзя брать чужие вещи. Это же как воровство. О, как, как... О, это ловко. Согласна. А правильно ли я догадываюсь, что завтра многие дети найдут свои утерянные вещи? Рада, что ты сам себе не враг. Эй, идет большая раздача найденного. Эй, Пигги, знакомая тебе вещь? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я ломаюсь ветер насовсем. Можешь не благодарить. Кстати, у меня двадцатого день рождения, и дарить деньги тоже хороший тон. Эй, Тилли, стало прохладно. Твоя куртка. Хотим Джесси! Хотим Джесси! Хотим Джесси! Хотим Джесси! Мы хотим Джесси! Прости, папа. Они твои. Они всегда были моими. Готов? Хм, я оживаю, когда я на сцене. Зрительское внимание. Нужно мне, как ребенка, материнские объятия. Хм. Понятен мой почерк? Ну, тогда поехали. Вы знаете его, как самого веселого парня в нашей школе. Это король комедии, наш несравненный Джесси МакКой. Ура! Джесси! Джесси! Я! Джесси! Спасибо, спасибо. Сегодня я повстречал мужчину. Он был такой толстый, что занимал два сидения в автобусе. Я купил Мэриэлин подарок. Вы ее знаете? Такая худая, как футляр для ручки. Ха-ха. Эй, он работает. Замечали, что во время фейерверка то и дело кончается порок? Честно. Не смешно. Верните фокусника. Да что вам этот фокусник? Он такой черный, что не виден ночью. Не смешно. Не хотим тебя. Не смешно. Уходи. Уходи, уходи, фокусника, фокусника. Там шоколад. Я сразу вспомнил одну историю. Про... Спасибо. Спасибо всем за теплый прием. Заходите еще. Джесси будет выступать на крестинах братика Дэнни. И заходите на его концерт по случаю дня рождения бабушки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова